Вот объявление такое. Я вернулся из Потеряевки с кошками. Когда рыжая окатилась... Нет, ну да. Ну я сказал, кому надо котят выбирать. Она четырех принесла. Надежда Васильевна, два котенка мне. Они интересны. Один полностью белый, один серый, черный и один рыжий. Без всяких пятен, без всего. Интересно как. Но она и выбрала. Вот рыжего и белого. Вот вот Буска. А на нее летел белый. Он пошел туда. Большой. Оставить. А приехала в город, никто не взял. А у меня и так три кошки-то было. А потом Буска, это сказать, Паля окатилась, принесла одного. Я оставил. Вот он белый, который. Это от нее. Он слепой родился. Не видел ничего. А потом святой водой протирал глаза. Он сейчас видит. А сама она где-то прыгнула или головой ударилась. Ей тут уколы давали. Ну то есть, врачок. Эти я не отдаю. Да и это уже в годах рыжие. Тоже при меня. Вот эти новенькие. Трое. Вот Буска. Вот она сидит. Вот сказал слово, она как сразу. Очень мышей ловит. Очень. Вот этот рыжий кот, тигр настоящий. С той стороны, с той стороны. Вон, вот. Вон она, эта синеглазая вылазит там с печки. Где она там? Где она, синеглазая? Вон она. И синеглазая вот эту отдаю. И вот нужно кому? Хорошие-хорошие руки передать. Вчера я их привез в трех коробках из Потеряевки. Вот они питаются. Нет, только рыжие. Открой сюда, запусти ее. Мать их и бабка. Отпали это, родился уже белый это, внук ей. Рыжая. Рыжая. Родоначальница. Где она? Рыжая, рыжая. Иди, уходи быстрее. Рыжая. Рыжая, где она? Не идет. Не идет. На холодильнике сидит. Ну, дай-ка я гляну, может... Иди скорее сюда. Рыжая. Ну, не видать. Так надо сюда показать. Она может там мышку чувствует. Ты свищи свет, я покажу. Так, у вас свет есть? А, у меня свет тут есть. Ну, ладно. Рыжая, ты куда пошел? Ну-ка, выйди. Уйди, уйди, рыжий. Рыжий, уйди. Выйди сюда, не выходи. Ну, вышел. Вон она сидит, это их мать. Вот это у ней там что-то... Ну, я ее не отдаю. Она тоже болела когда-то, такое существо, простыло. Они у меня голуби. И я их вахтовым методом на крышу. Вот как раз крыша, потолок. Там пшеница, семечки и мыши. И они регулируют. Вот такое маленькое объявление посоветовали мне сегодня. Надо где-то объявление дать там, считай, город или что-то. Трех кошек пристроить. Кот один, рыжий, повторяю. Буска. Это такая более отчаянная, смелая. И синие глаза. Вон, залезла. Синие, синие глаза. Мы так и зовем ее. Синие глаза. Вот она где. Ну, сейчас тут непонятно. Не видать. От света идет, потому что. Ну, и так понятно. Так, и связь какая? Можно по скайпу выйти. Игнатий Лапкин. Или по телефону. 8 961 230 70 60 Немножко иногда бы так. И когда звоните, никогда не алекайте. Как только видите, что уже можно говорить, сразу говорите. Я по объявлению о кошках. И будем разговаривать. Если вы молчите, вам ответ не будет дан. Тут особая система с телефоном. Так. Это свет такой. Нас посоветовали дать такое объявление. Повторяю, не алекать. Ничего не говорите. Так, сразу говорите. Я по объявлению о кошках. Конечно, сразу адрес я спрошу. Если вы не отвечаете, вам не будет звук подан. Никакой. Хорошо это запомните. Скажешь, я звонил, мне не ответили. Тут особое правило звонков. Благодарим Бога, что мы вернулись. Кошки все здоровые, сытые, полные. Ну, там было еще молоко, постоянная рыба. И они поле-то потеряют по поселу, где строим мы с нуля. Абсолютно хорошая обстановка для кошек. Иногда смотришь, а они... Ну, тут рядом огород где-то. И двое мы с мышами уже завтрак кушают. Расскажите, чем еще вы кормите? А? Чем кормите кошек еще, расскажите? Кошек, чем кормите? Чем кормим? Да. Ну, и ты скажи, с чем кормим. Давай. А, чувак. Как ты, ты кормишь, что ли? Я только подаю, а даешь на ты. Варим мы каши, в основном манную кашу и с хлопьев тоже. Хлопьев и манную, да. Он добавляет там молочную рыбу, сушеная гальяна. Они в основном у нас на кашах воспитаны. Ну, все такое я выполнил, Сергей. Сегодня же сейчас закачу. Вот он, этот белый. Вот у меня глаза были больные, я уже не отдаю его, потому что, может, мало ли что проявить. И та, у ней что-то на животе там непонятное. Мастит, видимо, был. Котенокотнятый у рыжей. Тоже брачок. И палец сильно, видно, прыгнула, ударилась, разбежалась. Ей уколы делали тоже. Это я не отдаю. Они болящие были когда-то. Теперь они все здоровые кошки. Но я их держу при себе. У меня голубятни наверху. И поэтому буду туда. А так, в прошлом году еще тут трех кошек держал. Черные чьи-то беспризорные. Но они зиму были в погребе. Там кормили. Там свет горел все время. От мышей. Все на этом. Продолжение следует. Продолжение следует. Трех.